Всем привет, с вами Третаресурс Мегаобзор.ком и сегодня мы детально рассмотрим возможности планшета Mi Pad 4 от компании Xiaomi с модулем LTE в версии объема 64 ГБ. Ее более подробные характеристические цены по ссылке в описании к этому видео. В комплекте покупатель получает зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон. Наступен планшет в черном и золотистом вариантах исполнения. Дизайн классический и собран добротно. Крышка Mi Pad 4 выполнена из металла с анодированным покрытием. Края корпуса закруглены. Толщина у него 7,9 мм. Вес 342 грамма. Монолизен, крышка не продавлена с подавлением пальцев. Небольшая толщина и хорошая балансировка веса. Держать его удобно. Внешний вид аккуратный. На нижнем торце находится разъем USB Type-C, справа кнопка включения и качель калюзировки громкости. Лицевая сторона защитная стеклом с 2,5D эффектом. Рамки вокруг крана узкие, окрашены в белый цвет. В черной версии они черные. По центру верхней рамки объектив фронтальной камеры. Сенсорные кнопки. Управление. Традиционный перенесенный интерфейс. Имеется выдвижной лоток по две наносимые и связку наносимой карты памяти. На верхней грани разъем микрофона и аудиоразъем. И поддержка проводных наушников не будет лишней. Объектив основной камеры смещен в левее. Он не выступает над поверхностью корпуса. На борту 8-дюймовый IPS-дисплей. Изначально на него нанесена защитная пленка с матовым покрытием. Разрешение Full HD. Углы обзора широкие. Подсветка Mi Pad 4 равномерна по всей площади. Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Есть несколько пресетов цветовой температуры. Сенсорный слой на нажатие реагирует точно. За быстродействие отвечает платформа Snapdragon 660. 8 ядер Creo 260 и графика Andreno 512. Выполнен по 14-дровым техпроцессу. Доступны 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Версии без LTE предлагается 3.32 соответственно. Это один из самых быстрых планшетов согласно данным синтетических тестов. Он справляется с играми со сложной графикой. Интерфейс работает плавно. LTE-модуль в этом планшете используется только для доступа в сеть и отправки текстовых сообщений. Мы проводили тестирование SIM-карт в Yota. Проблемы со скоростью загрузки файлов замечено не было. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi двухдиапазонный. Планшет также можно будет использовать в качестве навигатора. Установлена батарейка съемкостью 6000 мАч. В смешанном сценарии работы ее хватит примерно на 11-12 часов работы в режиме интернет-серфинга. В режиме максимальной нагрузки около 4 часов. На выставление заряда уйдет 3 часа, а быстрая зарядка тут не поддерживается. Планшеты редко могут похвастаться с качественными снимками. Mi Pad 4 стал исключением. Основная камера с разрешением 13 Мп, диафрагма 2.0. Отсутствует стабилизация. При хорошем осмещении демонстрируется высокая резкость. Придраться можно передачей цветов, визуально они блеклые. В поддержке HDR есть ряд дополнительных режимов съемки, дополнительные настройки. Видео пишется в разрешении Full HD за скоростью 30 кадров в секунду. Напомню, что по ссылке находится текст и обзор. Там можно посмотреть пример записи видео в полном тайминге. Установлена актуальная версия оболочки MIUI. Оформление системы и ее возможности мы уже детально рассматривали ранее. Здесь никаких каких-то особенностей нет. Google Play работает корректно. Кастомизация и тонкие настройки. Важно отметить, что есть еще и версия, предустановленная китайским интерфейсом. Обратите на это внимание при покупке. По соотношению стоимости, оснащение и внешнего вида Mi Pad 4 выступает одним из лучших планшетов на момент начала 2012 года, работающий на платформе Android. Не устроить в нем могут отсутствие быстрой зарядки и сканера отпечатка пальца. Сдовольствием обсудим с вами Mi Pad 4 в комментариях. Всем спасибо и пока-пока.